Моё почтение. Как сыграть пьянчушку актёру или простому человеку? Все очень просто. Для начала нужно ответить на один вопрос. Зачем ты или твой герой вообще пьёт? Если ты актёр, проанализируй обстоятельства своего героя, социальное положение, возраст и конкретную ситуацию, в которой ему пришлось взяться за рюмашку. Если же ты просто какой-нибудь программист, подумай, зачем тебе нужно играть пьяного? Может быть, ты хочешь поддержать товарища, не теряя при этом самообладание? Или не хочешь убить вайп-вечеринки своим тухлым личиком? Причин может быть множество. Как только ты проанализировал сценарии пьесы или своей личной жизни, разобрался со сверхзадачей, определи степень пьянства, воспользовавшись воображаемым алкотестером, как в мультсериале «Симпсоны». Трезвый, под мухой, в сосиску, Борис Ельцин. Первая степень «Под мухой». Когда ты только выпил пару шотов и чувствуешь во взгляде небольшое помутнение. Или же когда ты просыпаешься после большой пьянки и всё ещё ощущаешь себя в невминозе. Таким представляется зрителю главный герой фильма Мартина Макдонаха «Семь психопатов» сценарист Марти, которого играет замечательный иранский актёр Колин Фаррелл. Степень «Под мухой» проявляется через его расслабленность, приоткрытый рот и полузаплывший взгляд. В сосиску. Средняя степень пьянства, где ты ещё можешь более-менее передвигаться. Это можно увидеть на примере героя Билли Боба Торнтона в добродушном кино для всей семьи «Плохой Санта». Теперь это проявляется не только во взгляде, но и расслабленном языке во время произнесения реплик, а также в его удивительной походке. Ну и третья степень – Борис Ельцин. Состояние полного невдупления. Здесь нужно вкачивать пластику, чтобы уметь постоянно менять точку опоры при передвижении. Таким скиллом владеют немногие, например, Чарли Чаплин. В короткометражке «В час ночи» герою нужно было просто доехать до дома. Но в таком состоянии этот процесс превратился в настоящее испытание. Каждый предмет воспринимался Чаплином как препятствие, которое ему нужно пройти, а его главная задача – не потерять при этом образ аристократа и приличного человека. Блестящая работа в целом. Да, Чаплина? Но ни одна хореография здесь решает. Персонаж начинает видеть мир по-другому. Подключает свое воображение и свою личную логику. Не нашел ключи – полез через окно. Нашел ключи – полез обратно открывать дверь. Есть актеры, которые могут органично переходить из одной степени в другую. Как, например, Георгий Витцин. В его фильмографии можно встретить множество алкашей. Движения, интонационные краски заставляют смеяться и тосковать вместе с ним. В жизни, кстати, Георгий не пил, поэтому шутил, что убедительно сыграть пьяного в кино может только трезвенник. Как только ты определился со степенью пьянства, начиная наблюдение – важный этап системы Станиславского, между прочим – тщательно пронаблюдай за алкоголиками в фильмах и даже в видосах на Ютубе. Кстати, известный актер Мац Миккельсон так и готовился к роли в недавнем фильме «Лауреате Оскара» еще по одной. «Там мы учились быть пьяными, нагуглив русский Ютуб-видео. Это было очень смешно и нас всех вдохновило». Есть вариант попроще. Мы же и в России. Выходи на улицу и смотри. Грустно это все, зато очень наглядно. Ну и ключевой этап – упражнение. Главное в состоянии опьянения – это казаться трезвым. Убедить всех вокруг, что ты трезвый. Ты трезв. Ты в первую очередь трезвый, но потом ты хочешь сыграть пьяного, который кажется трезвым, чтобы все равно казаться пьяным. What do you mean? Алкоголики теряют какую-либо способность и пытаются ее компенсировать, чтобы казаться для всех нормальным человеком. Выбери, какая часть тела подвержена алкоголю больше всего – глаза, язык или ноги. Чтобы это осознать, не нужно пить. Да, это печально, но… Не нужно. Нет. Отдай бутылку. Иди играй! Итак, зрение, язык или ноги. Попробовав все упражнения, ты поймешь, какая часть тела лучше тебя пьянит. Запомни это упражнение и проигрывай его в случае необходимости. Только нельзя повторять все три варианта одновременно. И не садись за руль сразу, можно минут через 20, а то будешь пьяненький такой. Упражнения работают, мы проверяли. Если алкоголю больше подвержено зрение, например, у вас близорукость, то проделай следующее. Затумань зрение. Ни на чем не фокусируй взгляд. Не надо косить глазами, просто заставь все перед ними расплыться. Посиди так, пялись в пустоту примерно минут пять. Глаза не напрягай. Думай о чем-нибудь своем, чтобы взгляд не фокусировался ни на чем. Картинка в глазах может становиться мутнее, двоится. И это в целом неплохо. В конце походи так по комнате, и все. Если эффект сработает, значит ваши глаза подвержены опьянению, которое можно контролировать. Представь, вы надо перед вечеринкой, типа, извините, сейчас на пять минут подойдет. Что, выпьешь, Серега? Да, ща, секунду. Ну все, собственно. Если твоя главная способность это язык, делай так. Дай языку полежать во рту. Расслабь его. Добейся ощущения, что все его мышцы напоминают желе. Не высовывай язык, просто пусть бессмысленно лежит во рту. Далее сосредоточься на губах и начни произносить любые слова, пытаясь с лихвой компенсировать вялость языка мышцами губ. Ты должен хорошо чувствовать свои губы. А для этого тебе понадобятся упражнения по артикуляции и дикции. Трубочка-улыбочка. Поцелуйчики в разные стороны. И покусывание верхних и нижних губ. Между этими упражнениями обязательно изобрази лошадку. И если в конце при покусывании губ ты начнешь чувствовать их, ты добился нужного эффекта. Язык расслаблен, а губы двигаются как ненормальные. Ты пьян, Яша? Не помогают упражнения на язык и на зрение? Попробуй прокачать ноги. В положении стоя расслабьте одно колено и представьте, что оно превратилось в бесформенное нечто. Колено настолько дряблое, что просто стоять сложно. Далее задействуй другие мышцы вокруг колена, чтобы компенсировать его желеобразность. Сделай то же самое с другим коленом и походи так по комнате в течение одной-двух минут. Будь осторожен, когда делаешь эти упражнения. Не перенапрягайся. Ну и что, теперь ты готов сыграть пьяного на сцене, в тиктоке или даже на вечеринке. А после бурного вечера развести всех по домам. Только это, когда будешь играть пьяного, самое главное не встретить полицейского, а то, знаешь, воображаемый пьяный, воображаемый алкотестер у полицейского. И всё, в воображаемой тюрьме тебе куковать всю жизнь. Так что это, берегись чёртовых мимов. Занавес! Подписывайся на канал, ставь лайки. Дшми на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok